Елена Нечаева Елена Нечаева Елена Нечаева он больше просто не вставал со своего рабочего места. В зоне его досягаемости должны быть инструменты, которые ему могут пригодиться, но вот на рабочем месте должны быть пигменты, ватные палочки, ватные диски, машинка, анестезия. То есть вот он сел работать, и в идеале он больше вставать не должен. Если вдруг ему пришлось встать, пришел там другой клиент, или зачем-то надо отлучиться, или добавить другого пигмента, может случиться куча ситуаций, когда встать нужно, он должен снять перчатки и сделать свои дела, вернуться и, одев перчатки, еще их обработать в идеале. Ну, мы так делаем. У нас фишечка по поводу страхов, связанных с перекрестным заражением и так далее. Все абсолютно одноразовое. Кушетка обычно застилается при клиенте, ну, когда он зашел в кабинет, постелилась простыня, он сел, начали рисовать. На столике мастера у нас что хранится? Стоит машинка, то есть только все предметы первой необходимости. Подставка для колпачков для пигментов, анестезия аппликационная, она у нас вот в таком шприце с отрезанной иголкой, для того, чтобы было удобно локально наносить на вейки, на брови, такими тонкими линиями, это очень удобно. Где-то я это давно подсмотрела, и теперь мы пользуемся так. Вот одноразовые наши колпачки, иголки, все это здесь хранится. Инструменты, которыми мы рисуем, вот этим маркером, он спиртовой, хирургический, мы обводим эскиз, когда это нужно. Ну, карандаши, понятно, ими рисуется эскиз тоже. И вот эта ручка тоже наша такая фишечка, не знаю, на перчатку вытряхивается часть красного вот этого пигмента из ручки. И микробрашем одноразовым, тем, которым в процессе работы мастер пользуется, микробраш, он вот на кончике у него такая щеточка, ей очень удобно наносить анестезию локально, на межресничку, допустим, мы всегда пользуемся ими. И также им удобно, вот опять же, из гелевой ручки, из красной, красная для того, чтобы был контраст, это удобно. На бровях там и везде. То есть на себе капельку вытряхиваешь, микробрашем макаешь и подрисовываешь как кисточкой. Очень удобно и это абсолютно одноразово в процессе работы поправлять эскиз, если вдруг там он стерся и мастер его не зафиксировал. Шапочка одноразовая, пеленка под голову одноразовая. Пеленку эту мы кладем для того, чтобы, ну, бывает, что капля пигмента упала и она сквозь простынку проникает, и потом очень сложно кушетку отмыть от пигмента. Поэтому, а здесь она такая как бы какая-то пластиковая, она не пропускает сквозь себя пигмент, ну, чтобы кушетки не выглядели как поросята. Обычно во всех своих студиях, это наша практика нормальная, мы вызываем специалиста из Центра эпидемиологии и гигиены, он проверяет, дает заключение. С этим заключением мы идем в Роспотребнадзор, то есть мы сами делаем все правильно для того, чтобы у нас, ну, не было проблем в дальнейшем. У нас есть графики уборки помещений, то есть у нас есть уборщица, которая убирает полы. Все поверхности рабочие, как в медицинских учреждениях, хоть это и бытовая услуга теперь, но мы все равно это делаем, убирают наши мастера. То есть есть специальные жидкости, которыми обрабатывается, ну, вот сейчас у нас вот такая, допустим, жидкость после процедуры, все снимается с кушетки полностью, и все поверхности, которых мастер мог касаться во время процедуры, обрабатываются вот этим раствором, ну, там, выдерживается 10-15 минут, как раз пока клиент следующий заполняет информированное согласие, мастер с ним общается, объясняет там этапы процедуры, фотографирует. В это время все уже обеззаразилось, и потом он одноразовыми, опять-таки, они здесь у нас стоят с салфетками, он все стирает, вытирает, ну, и все выбрасывает. На столике мастера, кстати, да, я начала говорить и бросила. Стоит что у нас? Верхняя полка, это то, что может, вот на ней стоит то, что может потребоваться во время процедуры. Ну, бывает такое, что сбилась настройка иголки, допустим, там, нужны иголки, колпачок, там, ну, мало ли, может, машинка упала, надо ее полностью перезарядить. То есть здесь все стоит то, что нужно во время работы. Зеркало лежит тоже, его, кстати, тоже нужно обрабатывать, потому что клиент трогал брови, вы трогали его брови, там везде физиологическая жидкость, и после процедуры вы должны его также замочить, и оно полностью металлическое, никаких пластиковых деревянных деталей на нем нет. Ватные палочки, которые, ну, их, в принципе, мастер во время процедуры уже не трогает. Он себе горсть взял, поставил на поверхность, на которой работает. Влажные салфетки тоже хранятся. Их тоже мастер берет несколько штук, и больше он сюда не лезет, в принципе. Микробраш, ну, то есть все, чем он работает в течение дня, перчатки медицинские, ну, салфетки, которыми застилается во время процедуры кушетка, ватные диски. То есть, ну, оно все здесь на столике, но все во время работы, повторюсь, он берет, кладет себе на рабочее место и больше уже не встает. Также здесь стоит и стиладез, это жидкость, дезинфицирующая кожные покровы. Сложное слово. То есть, мастер, по идее, должен руки обрабатывать им перед началом работы. И перчатки, если вдруг он встал и что-то там тронул, и ему надо продолжать дальше работать. Ну, обычно это бывает, когда рисовали эскиз там, и, не знаю, до чего-то дотронулся. То есть, малоинвазивная процедура, но, тем не менее, мы стараемся, как в операционной, соблюдать вообще максимально все требования. И даже, по-моему, мы больше, чем надо, соблюдаем. Шкаф. Наш медицинский шкаф. Ну, это обычный совершенно шкаф. В нем хранятся пигменты. Мастер во время процедуры, просто, вернее, перед процедурой, он подходит, выбирает нужный ему пигмент, наливает его. Но прежде он, ну, обязательно надо пигменты взболтать, потому что расслаивается часто пигмент на слои. Вот. Ну, в этом шкафу что у нас хранится? Здесь у нас чашка, в которой хранятся колпачки для пигмента и колечки для ручного метода. Ну, это все одноразовое. Запас хлоргексидина, аптечка антиспит и противошоковые аптечки, ну, которые должны быть в любом учреждении, которое занимается подобной деятельностью. После процедуры мастер собирает пеленки, все выбрасывает их, утилизирует. И иголка, это очень важно, она должна утилизироваться в специальную емкость с жидкостью. То есть, ну, там их очень много уже можно посмотреть. Вообще существует правило для медицинских учреждений, косметологических, то есть все иголки, острые предметы, они должны, ну, те, которые контактировали с физиологической жидкостью, они должны быть утилизированы специальным образом. То есть, они замачиваются в жидкость, в специальный контейнер, и когда он наполняется, мы вызываем службу, с которой заключен специальный договор, они забирают их и утилизируют. То есть, мы не выбрасываем их просто в ведро, потому что, ну, иглы не должны уходить в помойку, и в мусор, ну, это неправильно. Раковина у нас оснащена краном бесконтактным, потому что в процессе работы, может, мастеру понадобится, там, срочно помыть руки, может, он на себя пигмент разлил, там, может быть, всякие ситуации, и, как бы, он не должен трогать краники, потому что он весь такой стерильный, он должен помыть руки, высушить их салфеткой, выбросить в мусорное ведро, сесть и начать работать. Ну, и тоже обработать руки специальной жидкостью для дезинфекции поверхностей, которая стоит у него на столике. То есть, ну, вот я, допустим, не побоялась у себя делать процедуру, но я езжу часто на мастер-классы, и иногда я прихожу в ужас. Вроде мастер-классный, но, как бы, все правила нарушены, и страшно, хочется и колется. Несмотря на то, что все наши инструменты, которыми мы повреждаем кожу, одноразовые, все равно мы стерилизуем все остальное, мы стараемся исключить вообще полностью возможность инфицирования перекрестного. То есть, стерилизуется здесь, стерилизуется потом еще ультрафиолетовым шкафу, все оборачивается, вот, допустим, не одноразовое, но оно не контактирует прям вот напрямую с клиентом. Но, тем не менее, здесь стоит колпачок, в который мастер макает иголку, и так или иначе он может опылиться. Поэтому во время процедуры, перед процедурой, мастер вот таким образом заматывает не в один слой, во много слоев полностью, чтобы полностью был исключен контакт с перчатками у этого конкретного инструмента. То есть, вот много слоев, заправляет все ненужное, чтобы это не мешало. И вот сюда уже вставляются одноразовые колпачки для пигментов, капсы. И мы вот таким образом делаем, продавливаем немножко и наливаем сюда основную анестезию, она жидкая, это лидокаин, адреналин. И в нее мастер макает микробраш, то есть потом это все снимается просто после процедуры и утилизируется вместе со всем. После процедуры, когда она закончена, мастер собирает и выбрасывает все одноразовые расходные материалы и полностью все поверхности, которых он касался во время процедуры, а это шнур почти на всей его длине, он сматывается сюда, кладется, обильно опрыскивается, то есть и стул, и стол мастера, но лампу у нас мы ее не трогаем, ее мы не обрабатываем, она слишком высоко. И потом вытирается одноразовыми салфетками, которые стоят внизу и выбрасываются. Ну, все одноразовое, никаких тряпочек многоразового использования у нас не водится. Мы используем жидкости, которые используют стоматологи в своей работе, они обрабатывают ими тоже поверхности. Ну, стоматология, косметология, мы, в принципе, закупаемся у одних и тех же поставщиков. Это убийца всех грибов, вирусов, бактерий существующих, которые могут находиться во время работы. Ну, главное им пользоваться. Этот называется бонсалар, но их довольно много. Мы иногда их меняем. Какие-то другие приносят нам. Ну, принцип одинаковый у всех. Запрыскать все обильно и потом ветошью вытереть. Я наблюдала работы многих мастеров, потому что очень много езжу на мастер-классы, общаюсь с другими мастерами. У меня есть друзья, которые работают в перманентном макияже, и иногда я вижу вещи, которые, на мой взгляд, ну, я говорю об этом, ну, как бы я же не могу заставить человека им следовать. Ну, допустим, когда в процессе уже, когда кожа повреждена, я вижу, что рисуют неодноразовыми материалами, то есть там тоже гелевой ручкой, либо какими-то средствами косметическими. На мой взгляд, это нельзя делать. Если бы это была твоя мама, или ты сам, ты бы сделал это? И тогда они такие, нет, не сделал. Почему тогда это ты делаешь с клиентом? Что еще? Я видела своими глазами, как мастер делал аппликацию пигмента, взял пигмент другого клиента, сделал его, короче, пользовался пигментом одним и тем же на двух клиентах. Я имею в виду одной вот емкостью. Это совершенно, это как одной иголкой колоть двух человек. Это невозможно. То есть там уже есть какие-то остатки лимфы, там крови, возможно, в пигменте в этом. То есть это нельзя делать, это прям не укладывается у меня в голове, но существует. То есть многие экономят на расходниках каких-то вот одноразовых, там по многу раз. Это не смертельно, я подозреваю. То есть если на этой простынке полежит дважды там кто-то, ну, никто от этого не умрет, просто это, возможно, неприятно. Мы же сидим на креслах где-то в машинах, ну, постоянно. Люди здесь не голые лежат. Но мы все убираем. И у меня в студиях правило такое, что утилизируется все сразу после процедуры, застилается все абсолютно новое. Что еще я видела? Какие ужасы. По многу раз иглами, по-моему, сейчас уже никто не работает. Ну, они, во-первых, тупятся. И там бывает, что... Я замечала это. Вообще иглы сейчас хорошие, но у меня мастера, когда тренируются на ковриках, то есть там она день порисовала, а на следующий день уже прям сложно. То есть они реально тупятся. И я не думаю, что какие-то мастера используют одну и ту же иголку много раз. Но мы при клиенте разряжаем машинку, когда он закончил, все выбрасываем, утилизируем. То есть они это видят. И также при клиенте мы показываем одноразовые все иголки, расходники, все, чтобы он был абсолютно уверен в стерильности происходящей процедуры. Очень многие мастера, ну, хорошо выглядят, у них красивые волосы. Но, на мой взгляд, волосы не должны нависать. Во-первых, они обзор заслоняют, ну, коса или хвост. Шапочки немногие любят, это все-таки не прям хирургическая процедура. Кто-то их одевает, кто-то нет. Но волосы должны быть убраны, это абсолютно точно. Ну, я бы сделала замечание мастеру, если бы он нависал надо мной волосами. Видела много видео. Видела я, бывая на выставках, где работают мастера с именем, что они работают без барьерной защиты. Если честно, я не знаю, как они это объяснять могут. Объяснить могут, потому что машинки, они не стерилизуются. Даже очень дорогие машинки, из них выходит шнур прям вот. То есть здесь он отсоединяется. Я знаю машинки, из которых он идет, и он не отсоединяется. То есть и барьерной защиты нет, то есть все там опылено. Ну, я думаю, раз мой, может быть, не знаю. Но, на мой взгляд, барьерная защита нужна на любом оборудовании, какое бы оно ни было великолепное. Если только там нету специального чехла, который снимается, выбрасывается после каждой процедуры, ну, я не знаю о таких машинках, если честно. Вот. Ну, опять-таки, они трогают лампы, лампы без барьерной защиты. Ну, честно, когда-то я тоже работала не совсем правильно. Мы даже там в свитерах работали зимой. У нас в самом начале работы было много ошибок. Мы их устраняем все. Устранили уже, мне кажется, полностью все. Но я думаю, что дело это не стоит, движется вперед и что-нибудь еще придумают. Ну, мы в тренде. Во время процедуры, ну, желательно попросить клиента выключить звук телефона, потому что, особенно если это процедура ВЕК, допустим, непроизвольно они открывают глаза, лезут открыть, посмотреть. То есть это вам помешает, это может повредить самому клиенту, виноваты будете вы в итоге. То есть вы просите его выключить, чтобы он не отвлекался ни на что. Также желательно не пользоваться телефонами, потому что телефон – это же страшный рассадник вообще там всего на свете. То есть он должен был где-то подальше, а во время процедуры вы его не трогаете. Вряд ли вы его обрабатываете в сухожаре. Или даже жидкости меня обрабатываете, я уверена. Что еще? Ну, допустим, ультрафиолетовые лампы везде у нас тоже. Мы в определенные часы включаем их в кабинете. Ну, многие клиенты говорят, а нам, кстати, это не нравится, что когда к нам приходишь, у нас такое ощущение, что ты пришел в больницу. Ну, они говорят, вот, было бы прикольно, если бы пахло палочками ароматическими, там, какими-нибудь свечами, ну, мне кажется, я бы испытывала доверие, если бы я пришла, и было вообще все такое медицинское, стерильное. Никакие картинки мне не нужны, ничего мне не надо. То есть если я мастера выбрала, уже я выбрала по работам, по каким-то отзывам, а конкретно здесь я полежу полтора часа, и пусть это будет шустрый хирургический стационар, который пахнет, ну, вот лампы вот эти вот ультрафиолетовые, они, когда поработают, от них такой запах озона, такой медицинский прям. Ну, и многие клиенты нам на это, кому-то нравится, кому-то не нравится, ну, как бы мы от него избавиться не можем, он с нами будет все время. Ну, в кабинете, который оборудован по правилам, не должны висеть шторы, шторы, которые, ну, тряпочные шторы, балдахины, там, вот такое все, то, что нельзя обработать, живых цветов не должно быть. Ну, правил есть куча, они есть на сайте, я уверена, Роспотребнадзора, там, и центры, ну, есть много вариантов, откуда узнать, как правильно оборудовать кабинет. Ну, вот мы сейчас тоже как бы рассказываем, но старайтесь изучать материалы сами. Ох, где только я не делала, пауки и улитки ходили. Там вообще жесть у меня была, помнишь, рассказывала? Мы принципиально не платим взяток. Если к нам приходит проверяющий орган, мы готовы всегда его встретить. Если вдруг он что-то найдет, мы готовы это тут же устранить. На самом деле мы получили все эти заключения, которые, ну, есть, все возможные, просто для того, чтобы соответствовать нормам, потому что я уверена, что они правильные, их надо соблюдать. То есть все должно быть стерильным, одноразовым. И многие мастера, которые работают, они очень хорошие мастера, они великолепные художники, там, у них потрясающие работы, но их место работы, оно совсем не соответствует, ну, оно неправильно, неправильно оформлено. И я бы хотела, чтобы все работали в правильных условиях, потому что я на месте клиентов хотела бы быть защищенной. Если вы клиент, который хочет воспользоваться услугой перманентный макияж, то обратите внимание, что вы мастер, к которому вы идете, кроме хороших работ, предложил вам правильное место работы, правильно оформленное, соответствующее всем нормативам существующим. Если вы мастер, который хочет обучиться, то же начните с правильного оформления кабинета. Он может быть небольшим, но правильным. На нашем сайте вы можете посмотреть видеоуроки, которые мы сняли почти в любых техниках существующих. Вы можете записаться к нам на мастер-класс, на обучение. Приезжайте, мы покажем вам все это вживую, как это выглядит. Потому что, мне кажется, я о чем-то забыла рассказать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!